Итак, продолжим. Мы с программами уже разобрались, с драйверами тоже. Теперь осталось дать вам два момента, которые я считаю достаточно важными. Итак, первое — это быстродействие. Не секрет, что Windows изначально содержит в себе очень много всяких эффектов, которые, да, красивые, но они кушают ресурсы и, в принципе, не всем нужны. Поэтому я, например, всегда захожу в свойства компьютера, выбираю пункт «Дополнительные параметры» и на вкладке «Быстродействие» вот здесь захожу в «Параметры» и выставляю следующий момент. Ставлю «Обеспечить наилучшее быстродействие» и оставляю всего два эффекта. Это сглаживание неровности экранных шрифтов, вот оно, и отображать тени значками на рабочем столе. Так, применить. Окей. Так, и на вкладке «Удаленный доступ» отключаю вот этот доступ удаленного помощника, потому что в моем случае он явно не нужен, а с точки зрения безопасности какая-то вероятность все равно есть. Так, и второй момент – это комбинация клавиш Windows X. Запомните, что в Windows 8 вы через комбинацию клавиш Windows X сможете быстро получать доступ ко многим элементам компьютера. То есть оттуда можно быстро зайти в программы, установку удаления программ. Оттуда же можно быстро открыть проводник, вызвать командную строку, диспетчер задач, панель управления. Там же можно быстро выключить компьютер, перезагрузить его, открыть рабочий стол, сетевые подключения, диспетчер устройств и так далее. То есть это такая шпаргалка, как бы быстрый доступ ко многим функциям компьютера. Я эту комбинацию использую очень часто, и вам советую ее выучить и почаще использовать, потому что реально экономит время, когда мне нужно быстро куда-то попасть. Я нажимаю Windows X, и у меня мгновенно открывается то, что мне нужно. Так, вот, например, даже управление компьютером тоже оттуда можно вызывать. На этом все. Вот такие два совета по быстродействию и клавиши Windows X хотел вам здесь дать. Жду вас в следующем видео. Жду вас в следующем видео.